Сегодня в Сочи стартовал финальный этап всероссийских соревнований по хоккею среди юношей 14-15 лет «Золотая шайба». В Южную столицу приехали 56 команд, представители стольких же регионов России. В Сочи прибыли лучшие из лучших победителей отборочных этапов «Золотой шайбы» в своих областях. В этом году просто проводится такой, можно так назвать, пилотный проект по организации структуры проведения соревнований. Если раньше мы проводили федеральные округа, после того, как в регионах играли команды, то сейчас мы сразу же всех победителей регионов со всей России приглашаем в Сочи на проведение такого грандиозного суперфинала. Проведение соревнований в новом формате, уверены организаторы, даст возможность еще большему количеству хоккеистов со всей страны выйти на Олимпийский лед. Ведь матчи турнира проходят на известной благодаря зимним играм арене «Шайба». Мы, конечно, с командой радовались. Мы победили свою область, приехали в такой город красивый. Очень большое все такое. Классно. Водушевляет? Да. Мечтали о поездке в Сочи и хоккеисты из Чувашии. Сельский клуб «Факел» живет заветами Анатолия Тарасова, именем которого назван турнир. От дворовой хоккейной коробки до олимпийских триумфов рукой подать, говорил прославленный советский спортсмен и тренер. Подтверждение тому хоккеисты «Факела», домашние тренировки которых проходят на открытом катке, сегодня уже играют в олимпийской «Шайбе». Они уже целую неделю представляют себя, как выходят на лед, как играют, как, может быть, забивают. Поэтому для них это, наверное, на все же. Но не просто о том, чтобы увидеть Сочи и выйти на олимпийский лед, мечтают хоккеисты. Главная цель каждой из команд, конечно, победа. Сегодня в рамках турнира прошли первые матчи в группах. Всего их определили 14 по 4 клуба в каждой. Имя победителя станет известно 29 марта. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.